Почти в каждом доме села Ильинского можно найти снимки, сделанные местным фотографом Виктором Пашкиным. На них запечатлены свадьбы, дни рождения, праздники в школе и детском саду, окрестные пейзажи. Виктор Афанасьевич родился в одной из наших деревень, в деревне Пашкинца. Учился в Ильинской школе. Образование получил общее, нигде больше не учился, но кончил курсы трактористов и водителей. И всю жизнь проработал в Ильинском совхозе. В преддверии юбилея села Ильинскому в этом году исполняется 390 лет состоялась презентация арт-проекта, посвященного памяти Виктора Пашкина. Организаторы воссоздали атмосферу времени, в котором жил фотолюбитель. И даже использовали объекты интерьера, его квартиры и фотолаборатории. Собиралось все покрупиться. Кто-то принес из своего дома, где-то в архив Дома культуры. И большую часть, конечно же, сохранили работники Дома культуры. Виктор Пашкин был связан с Ильинским Домом культуры. Именно там располагался его кабинет, в котором создавались портретные снимки. А также шел сакральный процесс проявки пленки и печати фотографий. Некоторые его работы представлены на выставке. Ну вот как говорят, что без него не было бы нашей истории с Ильинским. Витя был везде. Он знал всех, его знали всех. Он всех фотографировал. Я даже увидела свою свадебную фотографию здесь. Вы представляете, да? А вообще очень много, конечно, знакомых. Потому что каждый житель, наверное, может себя найти. Очень трогательно. Замечательно, что такое событие свершилось. Детей и взрослых заинтересовала аппаратура прошлого столетия, когда процесс создания фотографии был долгим и кропотливым. А полученные результаты нередко претендовали на звание шедевра. Создательница документального фильма «Вся жизнь на пленке» Регина Погодина на протяжении года собирала материалы о фотографии. Искала людей, знакомых с ним, снимала и монтировала. Идея пришла этого фильма еще года два назад, когда я готовилась к другим фильмам об Ильинском. Тогда был не юбилейный год к селу, но я решила раскопать историю. И когда я пришла в Дом культуры и найти архивные фотографии, я поняла, что осталась только маленькая небольшая коробочка этих фотографий. И у меня никогда не вставал такой вопрос, что их может не быть. А потом оказалось, что мне рассказали, что вот эти фотографии – это единственное, что уцелело у фотографа, который фотографировал буквально все село. В съемках фильма приняли участие жители не только села Ильинского, но и Кирово-Чепецка, Санкт-Петербурга и даже Норвегии. Оказывается, что он всю жизнь фотографировал. Несмотря на то, что он работал в совхозе и машинистом, это не его основная была деятельность. И когда его не стало после его смерти, можно сказать, его родственники полностью из квартиры выбросили вещи, и в том числе фотографии, и пленки. И большая часть фотоархива не сохранилась, и поэтому меня очень зацепила эта история. Я подумала, а кто же этот был человек за кадром? Увидеть в Ильинском доме культуры фото-выставку, посвященную Виктору Пашкину, можно будет еще раз. 3 ноября в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».